Боль в спине, но не в ноге. Процессия, да? Ну, так. Бери, это морля. Морля, морля, морля. Ну, вот так. Метянин. Метянин это аминокислота? Аминокислота. Так это ее, что-то наберем откуда-то, либо ее можно с того же творога наберется? Нет. Метянин можно и так употреблять. А вот если из продуктов, он нафиг вот эти вот, как-то искусственные? Да. Теперь вот этот, который пишут, ну, там всякие пишут, что, желатин, желатин. Ага. Этого нельзя употреблять. А желатин это из, будет, из, это больше из фруктов, чего-то там? Нет, нет, желатин, желатин, это из навар костей. Навар костей. А почему? Нет, у вас с козмороди тоже получается, как-то есть. Желатин есть, да, желатин. Нет, нет. Настоящий желатин, значит, это вот этот. Из костей, из костей. Из костей. И почему? Почему? Потому что сейчас химию добавляют туда. Химию, то есть из-за того, что... Разрушающие. Все вот тут в этих антибиотиках и так далее, невозможно, там на продуктах особо... Да, да. У нас там, 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 кошмар. Кошмар. Чистотел. Это от аллергии используем? Ну, не, три. Три компонента? Три компонента. Чистотел. Календула. Календула. И... Фиалка. Нет, не фиалка, а как календула. И трехраздельная череда. Трехраздельная череда. Да, череда трехраздельная. Все эти тритралки, что, в одном сборе выходят? В одном использовании обязательно. И пить? И пить. Как часто? Что, пить воду? Нет, как часто вот этот вот... Нет. Как делаем воду? Три с половиной... Три четверти стакана. Три четверти стакана, сколько заваливаем? Столовую ложку на литр? Столовую... Нет, две столовых ложки на пол-литра кипятка. На пол-литра кипятка? На пол-литра кипятка. И пить по три четверти стакана? Кроме этого. Кроме этого. Еще. Это стакан воды. Стакан воды прохладного, который прокипяченый или там... Стакан воды, столовая ложка меда. Вот, сейчас, подождите, я вспомню. И уксуса яблочного. С того же можно. Все это смешать? Это смешать и выпить утром полстакана и вечером. От аллергии? Это аллергия. Полностью от аллергии. А это же пойдет туда и от печени. Нет, печень надо чистить. Значит, я 45 дней веду печеночный сбор. Чистотел, пырей, порень пырея, спариж, сушеница тупиная. Ну, там, несмотря каких, там шрот, этого... Не репельника, не репельника, а вот такая... Не, не репешка. Чистотел по лопу. Да, да, да. Ну, бывает так. Вот самые основные. Это он пьет 45 дней. Это вот когда я лечу псориаза. Когда псориаз я лечу псориаза 270 дней. Псориаз. Вот он пьет 45 дней. Это пока без мази. Ну, псориаз это потом, потом. Вот он пьет. Потом, после... Еда, еда. У него каши утром. Потом первое, второе, там, как что-то первое. Только на пару. Никаких, это, 30 грамм всего масла. Маленький кусочек, маленький кусочек хлеба. Ну, и, в общем, там, уха два раза в неделю. Потом рыба. Там, там, на вечер. То есть без мяса? Ну, без мяса. Нет, мясного ничего. Без мяса. Единственное, что я даю белок, это яйцо. Яйцо даю. 45 дней он лечится. Потом на 45 дней, в субботу, я приезжаю в субботу, утром, в 8 часов утра, и начинаю его поедить. Как я его поеду? Он, в пятницу, он только завтракает. Он не обедает и не ужинает. Делает клизму себе вечером. Утром я приезжаю, и в 8 часов утра, значит, он выпивает, где-то 70 грамм. Может быть, и меньше там грамм. И обязательно сколько лимона, столько и... Масло растительное, да? Нет, растительное масло, только оливковое. Оливковое масло. Масло оливковое. И столько же лимонного сока? И столько же лимонного сока. Потом стакан морковки. Морковного сока? Морковного сока, стакан. Теперь корень этого... этого сейчас после этого не супер не очень не очень хорошо ну я вспомнил значит ку заря лекарственные как как называется заря лекарственная украинское украинское слово это делают пирожки и вот весной вот это все из этих стеблей стебли крапива не крапива не крапива подорожник там нет 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 стебли потом этот лопух нет нет не лопух я сейчас вспомню корень вот этого этой травы корень чайная ложечка после сока сухой значит корень сухой но и его надо смочить и запить водичкой запить водичкой после этого две капсулы или чайная ложечка этого касторового масла чтобы прославило да чтобы прославить через два часа я ради делаю массаж в общем-то массаж делаю руками массаж живота и печень и печень и вот так я делаю знаете вот от ребра вот так дальше и там вниз и вот так вот все все до пяти и пуп почему потому что я его контролирую контролирую насколько связь то есть насколько пупок стоят органы нормально потому что может центру или не да да большой палец и я слушаю пульсацию если не в центру начну значит все нормально идет пульсацию если слева справа слева справа я работаю руками работы пока я подвожу пока или например гастроптоз как гастроптоз опущение желудка я поднимаю тогда желудок этим банка ну не только банка и оказываети горшком даже горшком это помочь горшком он собирает потом я разбиваю минут я его разбила вот так вот на эту банку да стекло парень банка не получает а так если подсунуть или почему его надо именно разбить здравствуйте здравствуйте наши коллеги хотят у вас взять небольшое интервью уделите немножечко времени будут брать интервью да давайте сейчас минут через пять да 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 значит почему разбивать его можно так подсунуть он нет не получится так сильно страшно потому что литровый литровый горшок должен быть литровый и так сильно сосет что даже не подсунуть не получится может быть и очень больно будет если вы ругали а так разбивая разбивать молоток и подняли мы подняли сталин все стал на место не только ну и матка и мало того что матка опущение даже прямой кишки поднимается я дальше с этой стороны с этой стороны с этой стороны собираю на спине собираю по собираю собираю все полчаса надо полежать потом перевязать пышечком как-нибудь да да какими больше всего это хороший конец вот так борцовский полос и это значит когда как-то когда что пупок когда плохо с пупком что-то центровка нарушена центровка после после этого значит через два часа я то же самое масло полюбка оливковые холодного теперь сок либо лесу клинка даже да столько же столько же сока сока морковного потом опять такая морковный сок свет и одновременно упивается один за один один за масло лимонный сок морковный сок морковный сок морковный сок морковный сок потом обязательно первый раз я даю это мама масло касторовое и и вечером как еще разок простоту вспомнил я репейник нет репешок репешок да репейник это на печени тоже это же он красненьким там цветет таким да нет репейник сам это это репейник это вот этого ну как ну говорите вспоминать репейник если вот как растение репейник это нет репешок есть репешок если нет а репейник плод плод вот так вот да вот вот этого лопуха это плод из него делает репейное масло плод сам плод а репешок это другое это растет высокий два листочка внизу и днем тир желтенькие цветочки желтенькие цветочки делается они когда когда сбрасывается эти цветочки то делается такой ну как репейник репехи репехи знаете как цепляется цепляется за одежду за все за 6 особенно кошек да да кошки собаки придут в репехах вот 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 это это репешок на гримония репейник а гримония называется гримония а вот тот что тогда вот для печени это широт его из него шоу делают ну вот он такой как фиолетовый да да цветет он очень такой большой большой такой колючий да колючий я не вспомню я не чертополоха даже не чертополоха пятнистый пятнистый ну я вспомню значит пятнистый уже ближе да ближе все ближе так но я хочу сказать что он не не всегда он не всегда работает потому что очень хорошо вот горит что он именно клетки печени восстанавливать или это другое а другом растении холмовая солянка холмовая это восстанавливает но не только она восстанавливает сбор именно сбор тот стириак о котором говорил еще официально а тиреяк это теряяк это сбор из которого делается вытяжка не только вытяжка настойкой из настойкой что-то вытяжка делает такая густая настойка тиреяк дорогого и тиреяк нет тиреяк это много очень ингредиентов и поэтому назвали вот она тирея просто тиреяк это все много ингредиентов болезни печени около 300 и болезни печени не только лечится какой-то одной какой-то одной травой вот например бессмертник он же не только он восстанавливает и сердце он помогает он приходу колебания туда он больше очень много помогает помогает печи помогает вечно бессмертик на бессмертик помимо то что нас на сердце больше тем не менее а потом и кроме кроме этого он 11 когда вы употребляете один бессмертник он вам может помогать при вашем низком давлении он нормализует давление когда вы один а когда вы с сушеницей топяной когда вы употребляете спире и когда употребляете с она со многими которые помогают организму поэтому для всех для всех рады при циррозе печени при циррозе циррозы там совсем другой заведет состав значит итак мы с кларой ивановны не договорились что восстанавливает клетки печени во первых для того чтобы восстанавливать клетки печени нужно для того чтобы сначала очистить от 45 дней которые и как раз вы рассказали это идет ее промывание потому что там ходит как бы кварцевые такие жировой гепатоз как бы вкрапления такие как их так просто за день за два не выводят да мне нет конечно в общем где-то полтора-два года потому чтобы ее восстановить и значит какие травку вот мы с вами тогда запутались траве простой траве пятнистая расторопши она не только останавливает именно клетки для того чтобы промыть промыть чтобы место осталось для того чтобы проросла печени печень очень быстро восстанавливающийся один из самых-самых вот и для того чтобы его остальные по нас создать условия это промывание вот это кроме того для того чтобы печень надо и чтобы у меня было дискинезии и желчевыводящих путей вот это уже сложнее дискинезии и желчевыводящих путей это они не хотят сокращаться так как положено и там остается желчь которая никогда не используется загустевает загустевает и как говорится вот такие вкрапления вот это же это желчь и для того чтобы хорошо это очень хорошая вещь для того чтобы все все очистить эту печень и для того чтобы она должна восстанавливается становиться должна кроме этого можно еще и с химическим сprit и сенсорный форт и потому что с печенью связан мышление вот остатка профилю派 так и даже этом модулята вот點 – узыхание вот это него высыхание этого мозжечка и очень-очень плохо действует на мозг, печень. Еще повторим тогда, какие травки вы используете в течение 45-дневного курса. В 45-дневного курса вот эта солянка, еще кроме того солянка холмовая может быть. Солянка холмовая, потом кроме этого еще адонис. Расторопша пятнистая, теперь порень одуванчика. Потом у нас идет бессмертник, 5 травок. И кроме того еще обязательно надо включать зверовой продеремник. Из зверовой продеремник, то есть 6 трав. Из них примерно берем все в равных пропорциях. Да, все в равных пропорциях. Заливаем 2 столовые ложки. Не, кстати, еще бессмертник. Бессмертник. Я вам покажу. Но дело в том, что там идет 4 части бессмертника. А, вот так. 4 части бессмертника. Это смотря какой больной. Теперь, кроме этого, что я хочу еще сказать. Значит псориаз. Заболевание псориаза. Оно нигде, ничего не проявляется. Кроме как на теле вот эти пятна. Они не зудят, не беспокоят. Они даже не болеют этой гриппой. Не болеют. Это органи... Это... Это... Печень выбрасывает вот эти циррозные пятнышки. Вот... Тело. Ну, просто посмотреть там. Любую женщину, любого мужчину. На теле должны быть вот такие пятнышки. Красные пятнышки. Это тело. Эта печень выбрасывает... Эта печень выбрасывает... Эта печень выбрасывает... Те клетки... Как говорится, как... Через кожу. Через кожу. И она так и остается. Угу. Бывает там... Очень-очень редко. Но бывает, что уходят. Они уходят, когда лечник начинает работать нормально. Они уходят. Ну... Псориаз. Он не зудит, не беспокоит. Ничего. Абсолютно. Ну... Есть на коже. В отличие от экземы, которая зудит, раздражает. От экземы. 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 Это уже... Ага. Это уже... Ну, не будем говорить. Псориаз, значит, да? Псориаз. Не особо. То же самое... Экземы, это другое дело. Экземы. Это экземы... От псориаза то же самое лечение, что для очищения печени. Ну, не только. С некоторыми. Там желудок. Желудочно-кишечный тракт. Там нет абсорбента, абсорбции нет. Абсорбции нет. А чтобы она была, то есть надо добавить какие-то вещества в пище. Ну, грубо говоря, там клетчатка, некоторые там используют активированный уголь. Ну, активированный уголь. Другие там травку, там еще какое-то что-то. Нет, не травку, а по-настоящему, как говорится, травы. Травы. Ну да. Это лечение долгое, длительное. Почему врачи, наши врачи, не изучали фитотерапию, не изучали в медицинских учреждениях. Они не изучали, они не понимают, что такое. Хорошо. А где тогда есть это руководство по фитотерапии? Я знаю, вот там отец и сын насолит. Выпустили? Нет, это мой дед. Небольшой. Мой родной дед. Они выпустили небольшой такой этот народный лечебник? Нет, но дело в том, я у Коршунова все время печаталась. Теперь я печатаю с лечебных писем. С 2004 года. И я каждую траву описываю. И описываю ее действие на больной организме. Это разворот, каждый разворот. Но у меня нет. Хорошо, разворот. Я понимаю. То есть, как такового руководства нет, это надо собрать ваши газеты, которые и уже же там будут. А там же вы еще не все напечатали. Там же травы? Нет, конечно. Там же около 2147. Трав? А вы сколько? Понимаете, это Солермский. Ну, у меня… Солермский кодекс. Да, Солермский. А там тоже не особо насчет травм. Там так это… Есть, есть. Ну, есть, но вот так голубо по его… Да, нет, но это опять-таки, понимаете, тот по-настоящему сборник лечебный, как вот я хотела его издать. Солермский, это есть Солермский кодекс здоровья, а есть там Солермский вот эти вот учебники, травмники, по которым лечили тогда… Да, лечили. Учили, да. Учили, да. Учили.